Я безмерно люблю новости на космическую тему. Порой даже немного жалею, что у меня нет скафандра и 150 миллионов долларов. Хотя, если положение справится к 2017 году, у меня будет прекрасная возможность стать космическим путешественником. Именно с этого времени планируются туристические туры по маршруту Земля-Луна. Так что не теряем времени даром. И если вы хотите увидеть нашу планету из космоса, можете понемногу готовиться. Скафандр туроператоры обещали выдать путевки. Надеемся, приобретут когда-нибудь статус горячих, а с необходимой информацией мы вам поможем. Как для полета в космос, так и для жизни на Земле. Доброе утро! Это программа «Утреннее эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. Время увлекательных новостей на телеканале «Беларусь-2». Сегодня в «Утреннем эспрессо». Брачный договор «Психологический Рубикон» пройден и в Брестской области. Не просто игрушка, белорусская кукла, лялька, как отражение философской картины мира глазами брестков. Зорница, игра или патриотическое воспитание. Новое поколение знает толк в правильном досуге. Блестящая надежда. Украинская девочка, которая покорила Москву. Блестящая Надя Ручка. Эксклюзивное интервью. Доброе утро всем! А теперь в хорошем смысле этого слова перейдем на личности. Уважаемые Герваси и Рамуальд. Поздравляем вас с именинами согласно католической традиции. Вот православные сегодня поздравляют Илларионов, Сафронов, Сусан и Елисеев. От души поздравляем именинников. И продолжаем путешествие по основным вехам дня. Теперь о погоде. Народных прогнозов на сегодня, как говорится, не густо. Зато народный календарь рекомендует ударными темпами проводить прополку. Так что, если вы сможете выкроить для этого занятия время среди недели, все сделаете правильно. А вот будет ли благоприятствовать погода дачным занятиям, узнаем прямо сейчас в утреннем эспрессо. Субтитры подогнал «Симон»! Только без паники! Сегодня, если услышите звук сирены, не пугайтесь, все в порядке. Таким образом будет проведена проверка системы централизованного оповещения населения. Теперь о главном. Когда именно не пугаться? Сохраняйте спокойствие и поддерживайте душевное равновесие, безусловно, в течение всего дня. Но особенно с 10 до 11 утра. Возможно, вы услышите звуки сирены или городские громкоговорители. Это плановая учебная проверка. Поэтому еще раз призываем к спокойствию. У нас же нет ни сирены, ни громкоговорителя. Поэтому мы призываем вас интересоваться жизнью региона доступным нам способом. Интересно и просто о главном с обзором прессы наших корреспондентов. Три брещанки поборются за право представлять нашу страну на детском Евровидении 2014. Это 10-летняя Юлия Левина, 13-летняя Анна Ермакович и 14-летняя Ангелина Пипер. Подробности в свежем номере Зари. На базе воинской части в деревне Малая Курница начал работу круглосуточный военно-патриотический лагерь Прибужье. Корреспондент Зари побывал в лагере и посмотрел, чем живут подростки, которых называют проблемными. В областном центре началась продажа билетов на традиционный Юльский Берестейский бал. Сколько стоят заветные квитки и кто станет хедлайнером бала, читайте в свежем номере областной газеты Заря. Брест назван городом дружественным детям. Он стал пятым городом в стране, который может похвастаться этим почетным званием. Такое решение принял на своем выездном заседании Республиканский координационный совет по реализации одноименной инициативы. Читайте Брестский Вестник. В крепости с начала лета работает бесшумная группа задержания. Речь идет о наряде Ленинского отдела охраны, который патрулирует на велосипедах цитадель. Подробности в Брестском Вестнике. Нарушение пропускного режима абитуриентами стало самой распространенной причиной их недопуска к сдаче централизованного тестирования. Об этом шла речь перед заседанием областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний, пишет Брестский Вестник. О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы утреннего эспрессо. Психологический Рубикон пройден и в белорусской ментальности. Брачный договор. Что же это такое? Сегодня утром нам расскажет председатель Брестской областной территориальной и нотариальной палаты Горгун Анжела Юрьевна. Анжела, доброе утро. Доброе утро. Прежде чем мы с вами расскажем о таком явлении, как брачный договор, мне бы хотелось, чтобы вы сакцентировали внимание на том, что нотариусы Республики Беларусь и в принципе Брестской области сравнительно недавно начали работать в новых условиях. Что же это за такие новые условия? В соответствии с указом президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 года номер 523 установлено, что в Республике Беларусь в целях совершенствования работы нотариата и повышения статуса нотариуса и его роли в обеспечении прав и законных интересов граждан и юридических лиц нотариусы приобретают статус нотариуса, единый статус. То есть нет государственных нотариусов, нет частных, есть просто нотариусы, которые осуществляют свою деятельность на основании свидетельства на осуществление нотариальной деятельности. Государственные нотариальные конторы упразднены и на их базе созданы нотариальные конторы. Анжела, вы знаете, когда мы говорим о том, что нотариусы начали работать в новых условиях, в принципе о статусе нотариусов мы поняли. Но, наверное, обычному телезрителю в первую очередь хочется знать, каким образом это изменение коснется просто гражданина Республики Беларусь, который не нотариус, а пользуется услугами нотариуса. Даже недолгий опыт работы в новых условиях показывает, что для граждан, безусловно, изменилось в лучшую сторону, что нотариус на сегодняшний день заинтересован в количестве и качестве оказываемых нотариальных услуг. Записаться к нотариусу стало гораздо проще и практически на любое удобное время. Очередей тоже практически не стало. Брачный договор. Раньше мы о брачных договорах слышали исключительно, наверное, из западного кинематографа. Сегодня брачный договор набирает популярность и в Республике Беларусь, и в Брестской области. Расскажите нам, пожалуйста, что такое брачный договор? Брачный договор – это договор между супругами либо лицами, вступающими в брак, регламентирующий определенные имущественные и неимущественные отношения. В Республике Беларусь институт брачного договора уже достаточно давно существует, но большой распространенности, я бы сказала, что он не приобрел. Потому что у нас еще менталитет таков, что предполагается, что люди, вступая в брак и создав семью, полностью доверяют друг другу. И поэтому вот эти вопросы имущественные как-то неловко решать до наступления брака или сразу после вступления в брак. Но на сегодняшний день хочу сказать, что все-таки больше удостоверяется брачных договоров. И культура именно правовая граждан Республики Беларусь растет, ну и соответственно, и договорные отношения тоже имеют место. Скажите, пожалуйста, а что может стать предметом брачного договора? Понятно, что какие-то имущественные вопросы. А вот, допустим, какие-то неимущественные вопросы. Например, супруга хочет, чтобы супруг ей покупал каждый месяц новое платье, к примеру. То есть это возможно для брачного договора или нет? Возможно. Возможно включать в брачный договор все, что не запрещено законодательством. А это огромный круг, в общем-то, имущественных, неимущественных вопросов, которые можно регулировать. Также можно затрагивать интересы детей в брачном договоре. И даже можно оговаривать, что, допустим, один из супругов будет водить ребенка на определенную секцию три раза в неделю. Или, например, не позднее такого-то времени укладывать его спать. То есть это все, пожалуйста, можно. Но, опять же, у нас договоры, как правило, если и заключаются, то в отношении имущества. Вот эти вопросы супруги пока еще регулируют договорных просто отношений. Скажите, пожалуйста, еще вот тоже интересный момент. Такой брачный договор – это в первую очередь договор. У него есть определенные условия, и не всегда, скажем так, кто-то будет их исполнять. Вот, допустим, за неисполнение условий брачного договора есть какая-то ответственность моральная, материальная? Вот хоть какая-то ответственность есть или нет? И в чем она заключается, если есть? Ну, вообще, если брать такие моменты, как имущественные отношения, которые оговариваются, то есть мы знаем, что все имущество, приобретенное в браке, является общей собственностью супругов и принадлежит им в равных долях. Однако в договоре брачном можно оговорить, что такое-то имущество переходит в собственность одного из супругов. И вот при неисполнении вторым супругом вот этих обязательств супруг, права которого ущемляются, может обратиться в суд, и суд при вынесении решения руководствуется брачным договором. Однако, если в договоре ущемляются интересы и права одного из супругов, тогда, конечно, суд уже будет решать, исходя из общих интересов супругов. Что касается покупать каждый месяц платье, прецедентов таких не было. Но если обратиться в суд, и если исходить из того, что все-таки брачный договор – это договор, и исполнять его необходимо, то вполне возможно, что суд обяжет супруга совершать эти действия или по требованию супруга отменит вот именно эти нормы договора. Анжела, огромное вам спасибо в первую очередь за, скажем так, просвещение в вопросах юридической культуры и за завершение нашей с вами беседы. Мне бы хотелось, чтобы вы, если это возможно, дали какой-нибудь простой, короткий и лаконичный совет для телезрителей утреннего эспрессо. Каким образом можно повысить уровень своей юридической культуры? Кому надо обращаться, что читать, что вообще делать, чтобы как-то разобраться во всех этих нюансах? На сегодняшний день, я думаю, что очень много в прессе и на телевидении освещается правовых вопросов. Однако, хотелось бы порекомендовать гражданам, прежде чем совершать какие-то юридически значимые действия, обращаться все-таки к юристам, которые помогут им понять существо того, что они совершают и подсказать, как это сделать правильно. Потому что у нас юристы есть различных областей права, то есть и нотариат, и адвокаты, и юристы, которые осуществляют просто деятельность по консультациям граждан. Поэтому, перед тем, как что-то сделать, конечно, очень неплохо проконсультироваться у компетентного работника. Анжела, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы, и я надеюсь, что с каждой такой встречей наша юридическая культура будет повышаться, и мы будем все больше и больше ориентироваться в современном мире. Спасибо вам большое. А мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего эспрессо была председатель Брестской областной территориальной и нотариальной палаты Гаргун Анжела Юрьевна. Ну а теперь на телеканале «Беларусь-2» реклама. А знаете, когда я со стороны наблюдаю за работой гончаров, мне всегда хочется попробовать сделать нечто подобное. Согласитесь, есть в гончарном круге нечто таинственное и притягательное. И вот, с 22 июля в деревне Городная Столинского района соберутся гончары из Беларуси, Украины, Польши, России, Литвы и других стран. Так что добро пожаловать на 4-й международный пленэр гончаров, который продлится до 31-го числа. Так что запасайтесь глиной. А сейчас в утреннем эспрессо время этники, аутентики и эстетики. Чарующий мир белорусской куклы, которая, между прочим, не просто игрушка. Знаете ли вы, что кукла не всегда была лишь игрушкой? В свое время без нее не обходился ни один праздник, да и в принципе, они были обязательными в каждом доме, даже если в семье из детей были только мальчишки. Все дело в том, что куклам отводилась сакральная роль – защищать семью и дом, приносить благополучие и богатство, а также оберегать ребенка от болезней. До того, как рождался маленький ребенок, мать примерно за две недели до рождения делала маленькую куколку-пеленашку, ложила в колыбель, и вот эта куколка должна была спасти, как-то оберегать будущего новорожденного ребенка. Традиционная белорусская кукла была тряпичной и, как правило, безликой. Вот, например, одна из обрядовых. Зерновушка была обязательной в каждом доме. Набитая различными крупами и травами, считалось, что она приносила достаток и благополучие. Зернышки клали в мешочек, из мешочка формировали куколку, и эту куколку ставили в самое почетное место, и были уверены, что она богатство в дом привлекает. Ну, а весной мешочек развязывался, зернышки клали в семена и засевало следующее поле. Уверены, что и следующий урожай будет богатым. А вот десятиручкам предки верили, что такая кукла поможет хозяйке успевать делать все задуманное. А в сундучке у любой девушки можно было найти куклу-желанницу. Чтобы желание исполнилось, девушка доставала эту куколку и пришивала ей к платьицу какую-то бусинку или пуговичку, и говорила, посмотри, куколка, я тебе подарочек принесла, а ты мне за это желание исполни. Ну, естественно, желание исполнялось. Кукла являлась также и прямым символом продолжения рода. Такую вот невесту делали девушки и выставляли на окошко, чтобы проходящие мимо молодые парни знали, что, возможно, именно в этом доме живет их благоверное. Что же касается изготовления кукол, то существовал целый свод правил, которые должны были знать девушки и женщины, когда садились их делать. Нельзя было ткань резать и нельзя было колоть. Ее рвали и мотали нитками. И тоже было два способа мотания, один из которых – это от восхода солнца до заката, и второй способ, чтобы витки не перекрещивались, один, другой не накладывались. Не в любое время можно было делать куклу. Нельзя было делать по ночам, потому что я считала, что ночью нечистая сила играет с тканью. Нельзя было делать в праздники, в среду и в пятницу. Когда делала мастерица эту куклу, она обязательно читала какую-то молитву или думала о чем-то, что она хочет внести в эту куклу. Только в редких случаях это было абсолютное молчание. А также в этот список добавляют еще одно. Ни в коем случае нельзя делать куклу в плохом настроении, ведь считалось, она будет нести именно ту энергию, которую в нее заложат. Есть такая даже песня «Если выйдет кукла плохо, назову ее дурехой». Такого не бывает никогда, потому что при плохом настроении изготовление куклы лучше не садится, потому что она действительно не получится. Поэтому куклы всегда делаются только в хорошем настроении. А если даже оно и было плохим, она тут же станет таким, как нужно. В наши дни далеко не все сохраняют такие обычаи. Это считается наивным. Мы больше знаем о том, как правильно расставить все в доме по фэншую и как жить по восточным традициям. И лишь единицы пытаются вернуться к истокам. Они смогли не только своим жителям на Востоке донести, но еще и мы в курсе, что и как там чай по-восточному пьется. Но чай мы можем пить по-русски, куклу мы можем сделать белорусскую. То есть это наше славянское родное. Белорусская кукла всегда была сакральной, и что скрывать совсем простой и невзрачной. Да, она не научит ребенка таблицы умножения и этикету, но она, созданная своими руками, с самого детства роднит с народными истоками. 19 июня 240 года до н.э. греческий ученый Ротосфен Керемский впервые в мире вычислил радиус Земли. В день летнего солнцестояния в Александре он применил чашу с длинной иглой, при помощи которой можно было определить, под каким углом Солнце находится на небе. Погрешность относительно современных исчислений составила несколько километров. В этот же день в 1669 году родился белорус Леонтий Магницкий, математик и педагог. Самостоятельно изучил математику и языки голландский, немецкий, итальянский. Опубликовал свою арифметику, которая стала основным учебником математики в русских школах. По ней учился Михаил Ломоносов, назвавший этот учебник «братами учебности». 19 июня 1924 года родился белорусский писатель Василь Быков. В начале войны ушел добровольцем на фронт. Пройдя всю войну, Василь Быков встретил победу в далекой Австралии, будучи уже офицером Советской армии. Мировую славу писателю принесли произведения «Альпийская баллада», «Мертвым невольно», «Сотников», «Дожив до рассвета» и другие. В этот же день, в 1956 году, состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера. Их брак длился 4,5 года и был самым длинным из всех браков актрисы. В 2002 году американский путешественник Стив Фосетт начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Полет завершился в июле этого же года. Были установлены рекорды по дальности и продолжительности одиночного полета на воздушном шаре. И снова о Полесье. Вы не поверите, но она уже появилась. На Столинщине уже можно приобрести чернику. Правда, в лесах ее пока совсем немного, но эта полезная ягода уже есть. Напоминаем, что черника богата витаминами и помогает сохранить хорошую память и острое зрение. Укрепит сердце, да и просто она очень вкусная. Единственное, при покупке лесной ягоды не стесняйтесь спрашивать у продавца сертификат о радиационном контроле. А вообще мы очень надеемся, что наши советы вам помогают в выборе качественных товаров. И сейчас тему продолжит Екатерина Гараева. Сегодня в рубрике «Штрих-код» поговорим и о других полезных товарах. Для многих прослушивание музыки это не просто способ убить время в транспорте. Это возможность получить свое собственное пространство, которого в повседневной жизни порой так не хватает. Чтобы это пространство было комфортным и уютным, необходимо, чтобы наушники идеально подходили, хорошо сидели и, конечно же, обладали красивым и ярким звучанием. По конструкции наушники бывают вставные и вакуумные, накладные и полноразмерные. Как бы ни были удобные незаметные вкладыши, они не могут дать идеального звука. Очень уж сложно добиться широкого частотного диапазона при небольшом размере самих наушников. Также в продаже можно встретить наушники с дополнительными силиконовыми вкладышами. С их помощью обеспечивается лучшая звукоизоляция. Кроме того, эти наушники весьма гигиеничны, ведь силиконовые уплотнители легко снимаются и промываются под краном. Для активного движения, например, бега или езды на велосипеде, подойдут специальные спортивные модели. Они очень практичны и хорошо держатся на голове при резких движениях. Отдельно среди всех типов наушников стоят так называемые мониторные наушники. Они наиболее комфортны и практичны, имеют максимальный размер и большую мощность. Поскольку при прослушивании на качественной аппаратуре все возможные краски в звучании будут слышны, к таким наушникам предъявляются высочайшие технические требования по всему звуковому диапазону. Прежде всего, обращаем внимание на то, что все наушники делятся на два больших класса – открытые и закрытые. Как правило, закрытые модели обладают заметно более высокой степенью шумоподавления. В открытых наушниках на корпусе, обычно на обратной стороне, можно увидеть сеточку из отверстий. Необходимо это для того, чтобы звуковые волны распространялись более свободно. А это, в свою очередь, способствует более правдоподобному звучанию. Первое, на что стоит обращать внимание, это частотный диапазон. Чем шире его границы, тем лучше это для качества звука. Но есть один нюанс. Человек способен различать звук в диапазоне от 20 до 20 тысяч герц. Это в самом лучшем случае. На практике слышимость у многих куда хуже. Однако, производители нередко указывают в характеристиках показателей в 2, а то и в 3 раза выше, что явно является лишним. Но выбирать наушники с небольшим диапазоном тоже не стоит. Ведь работая в пограничном режиме, они могут давать явные искажения. Многие производители любят гордо вынести на коробку цифры, скажем, 50 или 40 миллиметров. Диаметр динамика – это его размер и только. Подобный трюк рассчитан на обычный стереотип. Чем больше размер акустики, тем лучше ее звучание. А вот мощность устройства – другое дело. Этот параметр определяет выходную мощность динамиков и влияет на их громкость. Чем выше мощность, тем ярче и сочнее звук и больше баса. Но наушники с высокой мощностью будут быстрее разряжать батарею портативного устройства. Наибольшую опасность для слуха представляют наушники-вкладыши и внутриканальные наушники-затычки, так как при их использовании нагрузка на слуховой канал даже при небольшой громкости значительно выше, чем при обычном прослушивании. Выход есть – не использовать их без перерыва более двух-трех часов. Оцените вес наушников. Некоторые модели, кажущиеся легкими с первого взгляда, могут вызвать неприятные ощущения после пару часов непрерывного использования. Обращайте внимание на то, из чего сделаны чашечки наушников, насколько хороши возможности подстройки под диаметр головы. Если, например, регулятор громкости на проводе, складываются ледушки и другие мелочи, которые позволяют сделать прослушивание музыки более комфортным и удобным. Если вы затрудняетесь или просто не хотите вникать в цифры и технические особенности, не расстраивайтесь, придерживайтесь в таком случае принципа «Лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть». «Лучше один раз услышать, чем сто раз услышать, чем сто раз услышать, чем сто раз услышать». «Лучше один раз услышать, чем сто раз услышать, чем сто раз услышать, чем сто раз услышать». Это не просто игра. В Бресте проходит республиканский финал «Зарницы». И сегодня утром у нас в гостях Светлана Мерчук, председатель Брестской областной пионерской организации. И сегодня утром мы обо всем узнаем подробнее. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Светлана, мы уже сказали нашим телезрителям о том, что в Бресте проходит республиканский финал игры «Зарницы». Насколько мы знаем, Брест уже удостоен такой чести не впервые. Расскажите, пожалуйста, почему именно в Бресте в 2014 году проходит республиканский финал? Ну, если говорить об этой игре «Зарница», она, конечно, имеет очень такие далекие корни. То есть первые игры «Зарница» прошли в 1967 году. Затем, когда вот случился развал Советского Союза, и Белоруссия стала суверенным государством, «Зарница» немножко, конечно, ушла. Но с 1998 года брещане первые возобновили эту игру. То есть эти игры у нас стали проходить во всех регионах, во всех районах и городах. И, конечно же, проходили областные этапы. Поэтому уже с 1999 года республиканские этапы стали проходить в Бресте. И три первых этапа проходили здесь, на Брестской земле. Открытия торжественные проходили в Брестской крепости. И еще хочу сказать особое такое внимание заострительное о том, что вот именно десантная бригада гостеприимно нас уже принимает четвертый год подряд. Светлана, скажите, пожалуйста, вот мы говорим о республиканском финале игры «Зарница». А в гости мы также пригласили председателя пионерской организации. Насколько я понимаю, не случайно. Расскажите нам, пожалуйста, об участниках игры. Ну, потому что это пионерская игра. И дети у нас, это 13-14 лет. Это все члены пионерских дружин. И сегодня вот в этой игре принимают участие команды из Витебской области, Гомельской, Гродненской, Минской, города Минска. И две команды принимают участие из Брестской области. В связи с тем, что у нас, во-первых, мы хозяева. И так как Могилевская область не смогла принять участие, а у нас, как бы, можно сказать, не случайно. Именно две команды в областном финале вышли победителями. Поэтому у нас всего семь команд. Всего участникам 70 человек. Это мальчишки, девчонки. Ну, насколько я понимаю, есть в этом некий даже, можно сказать, нумерологический смысл. Именно 70 участников подобрано в 2014 год. Вы знаете, у нас в этом году, в этот такой год, все мероприятия пионерские проходят под таким вот знаком 70. Если мы делаем приемы в пионеры, мы принимаем 70 ребят. То есть, как бы, да, для нас это очень значимо, что именно в год 70-летия 70 ребят участвуют в этой игре. Светлана, расскажите немного о процессе. Потому что мы поговорили об участниках, мы поговорили, даже немного коснулись истории игры Зорница в Республике Беларусь. Ну, интересен еще сам процесс. Что это такое? Как это выглядит? С воскресенья, можно сказать, живем в части, живем в казармах, в хороших условиях, которые нам создала бригада. И я смотрю на ребят, которые ежедневно, у них проходят различные занятия. Они знакомятся с воинскими специальностями. Вот, допустим, сегодня они познакомятся с связистами. То есть, девочки у нас познакомятся с медиками. То есть, они научатся оказывать первую медицинскую помощь. Мальчишки и девчонки вчера у нас собирали, разбирали автоматы. Конечно же, каждый день они занимаются строевой, чтобы уже на закрытии игры показать высокий класс мастерства. Светлана, вот близится к завершению нашей с вами беседы. И мне бы хотелось задать вам один такой вопрос, который касается более психологического толка. Вы знаете, бытует мнение, я не могу сказать, что оно распространенное, но бытует мнение о том, что когда подросток берет в руки автомат, что рано или поздно это выльется в какую-то агрессию. Вот по вашему личному опыту, ребята, которые принимают участие в Зорнице, они как настроены? Какие качества у них воспитываются? Ну, нет, я совсем не согласна. Мне кажется, больше к такой агрессии приведут вот эти компьютерные игры. А то, что они берут в руки автомат, они понимают, соприкасаются именно с воинской службой. Они, я думаю, что в дальнейшем они с удовольствием пойдут служить в армию. И если вдруг возникнет такая ситуация, всегда с готовностью станут на защиту нашей Родины. В принципе, вы знаете, я с вами соглашусь на все 100%, что в первую очередь это воспитание патриотических качеств. И уже совсем в завершении нашей с вами беседы, мне бы хотелось еще сакцентировать внимание на дивизию Зорницы, которую в этом году. И в этой связи мне бы хотелось у вас спросить по поводу победителей. Что победит? Дружба или будет какой-то конкретный победитель в этой игре? Нет, конечно, в каждых соревнованиях будет у нас победитель. Поэтому мы сейчас команды, вчера буквально прошел первый конкурс. Вот сегодня у нас пройдут два, одни из основных конкурсов. И уже получив результаты первого конкурса, ребята многие расстроились, кто-то обрадовался. То есть они все с нетерпением ждут. И, конечно же, каждый хочет стать победителем. Но победит сильнейшая команда, конечно же. Я думаю, что невзирая даже на то, что победитель только один, все равно в любом случае дружба победит. Потому что подобные игры, они способны сплотить подростков между собой и стать началом для какой-то новой дружбы, нового общения. Я думаю, что за 9 дней они приобретут, вот каждый приобретет еще 6, 69 друзей. То есть дружба обязательно. Это один из самых основных, наверное, принципов пионерии. Светлана, огромное вам спасибо за ваше участие в нашей программе. И я еще раз хочу высказать надежду о том, что все участники игры «Зорницы» в будущем станут настоящими и надежными защитниками нашей общей Родины. Спасибо вам большое. Мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего эспрессо была председатель Брестской областной пионерской организации Светлана Мерчук. Ну и теперь на телеканале «Беларусь-2» реклама. Блестящая надежда. Украинская девочка когда-то приехала покорять Москву и не ошиблась. Теперь Москва, да и весь простор СНГ действительно покорены ее вокалом и просто с ног шибательным обаянием. Надя Ручка, как это принято говорить, из блестящих дала эксклюзивное интервью Елене Домивой. Немного блеска и очарование в утреннем эспрессо. Да я тебе сказала вчера, всего хорошего, больше в эти игры игра, я не хочу. Послушай, я не шучу, ведь мне непросто совсем любить агента 007. Ты мне улыбай и сказал, забудет прошлое, нежно ты меня попросил, не уходи. Но что нас ждет впереди, какое будет кино и чем закончится оно. Да я не очень хочется вдаваться в подробности. Ну, конечно, по-своему непросто, но это был не первый коллектив в моей жизни. В первое время переживала из-за того, что я якобы на место Жанны пришла. И вот здесь была такая ответственность. Во-первых, я попала в известный уже коллектив. И это такие странные эмоции. Вот если в предыдущей группе мы работали, работали к середине концерта, только заслуживали там радость людей. А здесь только говорили, на сцене группа блестящая, все. А-а-а! А ты понимаешь, что под это А ты должен тоже как-то так особенно работать, прям уверенно работать. А тебе что-то так, ты переживаешь, потому что и песни для тебя новые, и танцы новые к этим песням. И что говорить, когда там уже все распределено, между всем коллективом были. И самое главное, люди там, где Жанна, где Жанна. Я переживала, что начнут сравнивать. Ты не Жанна. Ну, понятное дело, что я не Жанна. И никогда не смогу ей быть. Она, как и каждый человек, в единственном экземпляре на этой планете. Вот. Ну, короче, все прошло, все нормально. Такого на концертах не было, потому что блестящий такой продукт, который очень хорошо продуман. Все, что мы несем, мы такой позитивчик, легкий. Любовь, все хорошо. Я женщина, ты меня бросила, ай-яй-яй. Ну, ничего такого, как сказать, нет кардинального. Но мы не сняли фактических лозунгов, мы не занимаем никакую сторону. Ну, что, наверное, на мизинце. Не все резину такое, ничего много лет. Маленькое я сама себе покупаю. Периодически оно у меня пропадает, ломается. Это вообще какая-то мистика. А побольше, это мне не так давно подарили, оно с Апфиром. Камень должен, я думаю, так меня усмирять. Ну, там послание, это вот в некое дню рождения подарили. Там текст внутри написан. Не знаю, мне понравилось. И я рада, что я могу на мизинце носить. Но приходится его маленьким затыкать, что его не спадало. И абсолютный ребенок. Мне кажется, я даже не Анча с этим ребенком. Я рада, что он еще жив. И откликается на что-то, что происходит. Хуже, конечно, когда он уже забился в угол и махнул рукой. На все то, что у тебя происходит. Потому что с детской частью внутри нас как раз именно связаны творчество. И способность радоваться. Не знаю, хорошей погоде. Встреча с человеком. Все время радоваться, как будто что-то в первый раз. Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Манешь, туманишь, зовешь пойти с тобой. Восточные сказки. Может, расскажешь мне. Какая, такая восточная любовь. Я бы не очень сильно хотела, чтобы копались в моей личной жизни. Это будет громко сказано. Я хочу, чтобы людей интересовало мое творчество. Но понятное дело, что для большинства людей, не близких мне, какое творчество? Ну, пою в женской группе. Никто же не знает, чем ты еще занимаешься. Люди интересуют жизнь вот этих вот популярных людей. Я не понимаю, в чем вопрос, что случилось такое. Почему каждый индивидуально не обращает просто внимания на свою жизнь, на себя, на свой внутренний мир, на то, что происходит в семье. Как-то людям, я замечаю, что очень часто интересно отвернуться и посмотреть в сторону. А смотреть в сторону на кого? На соседей ты уже посмотрел? На кого? Ну, что там тот популярный человек? Гадость, наверное, сделал, да? Ну, и так далее. Это как, не знаю, посмотреть мыльную оперу. Основной, такой долгоиграющий. И это все-таки странно, конечно, будет звучать, но именно в этом духовном плане. Еще очень много вопросов, которые я задаю. Задаю везде и всюду. И в книгах, и со знающими людьми разговариваю, и со священниками. И мне всегда мало. Я всегда голодная. И мне всегда кажется, что там много чего есть узнать. Вот там, вот там вот непаханное для меня поле, и там, конечно, такие высоты, до которых шагать и шагать. Это меня интересует. Там, что будет дальше, не знаю. Ты думаешь, зовешь пойти с тобой. Восточные сказки, и я, может, расскажешь мне. Такая, такая восточная любовь. 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 Подходит к завершению наша программа. Программа с кофейным и бодрым названием. Поэтому, если вы отдаете предпочтение этому напитку, напоследок совет. Есть несколько добавок, которые делают кофе более полезным. Это лимон, молоко или корица. А если кофе вы все-таки не пьете, мы вам советуем самый безопасный и увлекательный вид этого напитка – телевизионный. Это была программа «Утренние эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. Приятного дня, а мы с вами обязательно увидимся на телеканале «Беларусь-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин